Первых пациентов сегодня принял больничный комплекс в поселке Таллинка Октябрьского района. За два дня до наступления 2020 года медперсонал переехал в новые помещения. 6 тысяч квадратных метров полезной площади позволили запустить в работу поликлинику, оборудовать стоматологический пункт, разместить станцию скорой помощи. После новогодних каникул откроются дневные стационары для детей и взрослых. Сюжет Татьяны Герт. Последние выходные дни 2019 года медики поселка Таллинка посвятили переезду в новое здание. За два дня успели все. Расставили мебель и оборудование, обустроили гардероб, регистратуру, приготовили процедурные, прививочные и кабинеты для приема пациентов. Очень рады, что нам открыли такое помещение, больницу. И нам теперь близко ходить, и вообще уютно, тепло, красиво. Мы очень рады, что нам сделали такую больницу хорошую. Новое здание позволило открыть дневные стационары для детей и взрослых, поликлинику. Узкие специалисты из Нягани готовы проводить здесь выездные приемы. Учреждение оснащено по последнему слову медицинской техники. Стоимость диагностического оборудования свыше 60 миллионов рублей. Рентгеноскопия, рентгеноскоп, рентгеновская установка, два аппарата УЗИ, ЭКГ и холтеровское ментарирование. Холтеровского ментарирования у нас не было. В первом квартале 2020 года мы участвуем в пилотном проекте по введению электронного рецепта для льготной категории граждан. Открытие врачебной амбулатории более 10 лет с нетерпением ждали не только жители Талинки, но и поселков Каменное и Пальянова. Из-за смены подрядчиков сдача объекта затянулась. Теперь почти 4000 пациентов могут получать медицинскую помощь более оперативно. Площади позволяют открыть в здании стоматологию и станцию скорой помощи. С их запуском медицинское учреждение Талинки станет настоящим современным больничным городком. Татьяна Герт, Максим Куксаус, Вести, Егория, Нягань.